здравствуйте дорогие друзья с вами Валерий Бавшиновский дам некоторые советы по изучению языка и мне кажется они являются краеугольными а уже применять эти советы или нет это уже дело ваше я вам прочитаю письмо просто-напросто вы знаете как-то последнее время последний год до год-полтора вообще начал наблюдать за ребятами и сделал очень простой вывод значит смотрите у кого быстро получается выучить язык вот есть люди я смотрю секунду смотрю многие да ребята они многие пишут уже на двух языках вот есть люди вообще 7 месяцев пишут на двух языках уже пошло джанга здесь я заметил такую вещь давайте сначала глобально на основе письма тут отец покупал для сына аккаунт вот я написал скажите шину пусть понаблюдая за парнем сергея сачи парень пришел с нуля 7 месяц пишет на двух языках уже пошло джанга секрет в том ребят это важно что он весь код пропускает через себя и пишет 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 понимаете очень многие просто посмотрели урок да вроде понятно и забыли но не закрепили практикой так нельзя делать лучше всего закреплять практикой не важен темп не надо быстрее не надо за кем-то гнаться важно сделать код частью жизни и писать 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 делать домашние задания потому что домашние задания даются не просто так вот я сейчас как раз остановлюсь на этом вот смотрите вот пример да вот пример вот пример да кто-то допустим есть домашние задания по контекст это джанга то есть грубо говоря контекст это вывод при помощи словарей джанга и если человек поработал с контекстом то есть он его вбил в голову варианты разные но самое главное вот он вбил в голову и теперь этот вариант им всегда будет рассматриваться какие-то изменения мелочи он разберется по ходу главное что в голове сейчас это будет сидеть понимаете то есть человек разобрался видно следующий важный момент я заметил ребята которые хорошо подтягивают python что значит подтягивают давайте опять же из опыта кроме видео уроков кстати для тех кто смотрит первый раз видео школа находится по адресу spb терятут точка ру кроме уроков когда вы заходите в кабинет кабинет практика по этому аупы кроме уроков здесь если прочитать здесь все в группе очень важно быть в группе да и проделать уроки то есть здесь довольно много уроков где в принципе я ребят направлял и вот кто подтягивает python да то есть подтягивает функции классы все это делает и делает постоянном режиме да то я вижу что и библиотеки даются легко и пишется легко это архиважный факт кроме этого ребята я сейчас вам дам видео я уже не буду сейчас пересказывать ссылку вот на это видео дам смысл там следующий рекомендации по изучению языка а вообще чтобы вы себе ответили на вопрос а что такое для меня выучить язык вот здесь я рассказал на примере четырех этапов то есть у вас голове должно быть четкое понимание а как лично вы будете учить язык ваши действия то есть как вы будете двигаться что вы будете делать это глобальный план то есть пока у вас нет голове представления как я буду учить язык вам будет сложно учить или там нечто отличать а учите вы или мучаете этот язык или понимаете не понимаете поэтому это видео тоже посмотрите вывод вывод просто захотелось записать вывод следующий только один это это все пропускать через себя то есть сделать код частью жизни я надеюсь что это понятно это надо переосмыслить и писать 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 не нужно задумываться даже да на первом этапе что вы где-то какие-то примеры делаете это не так важно вы главное пишите почему потому что идет общая наработка пайтом по сути дела картина всегда складывается в пазл пазл получается следующий вот посмотрите видео которое я сказал то есть у вас должна быть наработка языка абсолютно любого по типам данных и операциям да то есть до момента пока вы задумываетесь над типами данных или операциями ничего не будет происходить когда вы постоянно занимаетесь и правильно в школе более десяти уже на более 14 нужно суток видео уроков по урокам это одно но есть большая разница между просмотром урока и проделыванием урока вот смотрите вы просто посмотрели урок да вы поняли закрыли забыли если вы посмотрели урок проделали потом взяли поменяли на свои переменные все и сделали как бы свой код тогда уже приходит со второго третьего раза в принципе понимание и осознавание если работать именно в таком ритме делать домашние задания именно заниматься осознанно тогда все будет происходить довольно быстро то есть по сути дела вот что бы сейчас хотел сказать вот понимаете у многих вот такое понимание изучить язык да считается как бы шаблонным нет я всегда говорил что изучение языка это в первую очередь умение пользоваться справкой это раз и второе а вот основы python есть же ядро 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 не обязательно python любого другого языка это типы данных и операции над ними из этого все складывается да там добавляются потом классы и так далее и так далее так вот вот это ядро должно отлетать но чтобы оно отлетало и проявилось с ним надо работать поэтому я и говорил ребята и в этом видео говорил которое дам да вот приходит чайник ну совсем чайник и я вот смотрел вот на ребят вот есть фамилии смотрю Сергей Питерский Дмитрий Нак Сергей Асачий ну вот кого я вижу да в группе то есть кто-то не пишет группу тогда я не могу направить а когда человек пишет допустим группу те же домашние задания вот сегодня я сейчас не буду искать сообщение но человек писал например что вот списки я ему сразу пишу что если работаете со списками то обязательно сейчас смотрите извлечение по срезам потому что они идут в коде везде рука об руку тогда человека можно как-то направить да то есть куда и что делать так вот отлёгся а вот что я хотел рассказать да вот просто приходит человек вот он полный ноль да и вначале понятно что какие-то задания выполнять ему совершенно сложно но для этого он и делает первые задания первые задания да вот на этом сайте сайт некрасивый но уроки очень понятные детям даже 6 лет Вот смотрите, например, делает все курсы на одной странице И я говорил, что вот дошли до функций Все, вот с этого момента, вот как только пришли к функциям Конечно, вы двигаетесь дальше Но вы переходите в практику Python OOP Не смотрите, что написано OOP Вначале никакого OOP там нет Дальше пошло там магические методы Мы все это делаем подряд Но вначале OOP никакого нет Просто написано проделать уроки И вот здесь, ребята, важно Кроме домашних заданий, вы должны включиться в работу Здесь, если посмотреть, много сообщений И все, что есть в группе важное, я добавляю вот на эту страницу То есть, по сути дела, вы должны пройти по сообщениям По всем, но не старайтесь считать или списать у кого-то А старайтесь проделать это самостоятельно Весь код делайте самостоятельно Потом уже подсматривайте варианты Все сюда в группу сбрасывайте Нажали и сбросили свой код Тогда кто-то подключится, подправят И многие ребята не понимают эту тактику Я поясню, она очень простая Есть вариант номер один Когда человек смотрит уроки Человек смотрит уроки По сути дела, когда смотрит, понимает Закрывает урок И на утро уже это проделать он не может Это для новичка Нормально Но Я говорил, что есть Между этапом начала изучения языка Вот как раз опять об этом видео Да, вот посмотрите Но не хочу уже пересказывать второй раз И до того, как вы начнете писать Что такое начать писать? Это взять абсолютно любую библиотеку Посмотреть примеры и начать писать Почему? Потому что в этой библиотеке Будут те же типы данных Только будут свои переменные И что-то будет делать свое Но программный код Из которого состоит Это из типов Из операций Вам должен быть знаком Так вот, поэтому еще раз буду говорить То есть Начинаете делать эти Здесь эти вещи Здесь я давал вопросы Просто направлял вопросами Такими вещами, которые встречаются Постоянно в программировании Но этого мало Поэтому вы посмотрели урок Проделали А введите всегда два приложения Вот я вообще сейчас в курсах Допустим, потом По той же написанию Соцсети Наржанга Я говорю Ребята, ведите два приложения Потому что я просто четко понимаю Где будут засады Где будут недопонимания И вот кто ведет Два приложения Но своими переменами Тот начинает разбираться Но этого тоже мало Как я говорил Когда вы начинаете Работать вот с этим разделом Да То Что происходит У вас подключаются две вещи Первое Вы здесь вынуждены работать По моим заданиям То есть по сути дела По одним урокам Вы уже прошли познакомились С другим уроком Вы начинаете работать сами То есть Вашу программную жизнь Включаясь в такое понятие Как поиск информации И работа с ней Но ведь это вы ищете Ребята И вы приобретаете опыт И вы переосознаете И вот в этот момент Происходит действительно Осознание Осознание этого кода Как это работает Понимаете разницу Когда к уроку добавить Вот это осознание Следующий момент Я заметил Опять же По ребятам Вы вынуждены Постоянно Нечто искать А я ребят Заставляю искать Потому что Как написал Сергей Асачи Раньше не понимал Но пришел я учиться Да Но посмотрел я урок И хватит А потом Допетрил Но сегодня я вижу Что он Пишет на двух языках И джанго У него пошло легко А почему А потому что У новичка есть Еще одна большая проблема А он не знает Что искать А что спросить А как работать А как делать И вот эти моменты Когда вы постоянно Кроме видео уроков Начинаете искать А я задаю Конкретные вопросы То есть По сути дела Вбил этот вопрос В поиск Нашел ответы Разобрался Понял Так вот Но у вас В голове В это время Формируется База знаний Хелпа То есть Она начинает Вбиваться Вы начинаете Понимать Ошибки Пайтон Потихоньку Ошибки джанго Ошибки других языков И потихонечку Начинаете Набивать руку Во первых Начинается Еще Во вторых Начинает Формироваться Построение Задачи По сути дела Если мы хотим Нечто написать Вот я увидел Научил Научился У ребят У многих Да Сначала Формулируют Задачу То есть Они понимают Что получить А потом Что непонятно Где-то доискивают Но это Очень важный момент Вот именно Эти действия И приводят К тому Что вы Целостно Развиваетесь В общем Посмотрите Здесь я все Рассказал Да А сейчас Просто Вот захотелось Рассказать Потому что Ну приходит Много Людей Новичков Только Одни Быстрее пишут Одни Медленнее Да Просто Хотелось Поправить И рассказать Что Архиважные Вещи Вот которые Сказал Видео Будете Применять Не будете Это дело Ваше Ну просто Я реально Вижу Есть люди Которые Пишут Через 7 месяцев На двух Языках Другие Не пишут Плохие Или Хорошие Нет Неплохих Нехороших Да Есть Просто Ребята Которые Решили Вот я Буду Так Делать А другие Просто Тупо Что делают Изучают Язык Выполняют Домашние Задания То есть Пропускают Постоянно Кот Через себя При этом Это Осознанный Процесс Они четко Понимают Что они Для чего Как Изучают То есть У них В голове И оно Откладывается Поэтому Вот это Видео Послушайте И это Сформируйте Себе В голове Как вы Будете Изучать Язык Это Это просто Рекомендация Это просто Вот как бы Крик Какой-то Души Да В 2009 Году Я говорю Когда я Начинал Изучать Язык Да Мне никто Этого Не говорил И очень Жаль Ребята А сейчас Когда Вот направляешь Смотришь О бас 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 Уже Понимает Уже То видишь То есть По коду Все видно Спасибо Для тех Кто начал С этого Видео Ссылки На это Видео И на то Где Начать В описании Да В описании То есть По сути дела Если новичок Переходите на SPB Для вас Будет так Получаете Пожизненный Доступ Начинаете Заниматься Все Все получится Ребята Будете Писать Все пишут Кто хочет Я не видел Людей Которые Хотят И не пишут Да Все будете Писать Кто Хочет Ребята И кто Будет Делать Определенным Образом Вот Наверное Теперь я Добрался До правильной Фразы Изучать Язык Определенным Образом Чтение Луца Ничего Не дает Оно Дает Мне Иногда Надо Посмотреть Чего-то Подзабыл Как справочник Но ведь Тогда Эта книга Абсолютно Полезна В большинстве Случаев Человек Читает Текст Но большая Часть Текста Не воспринимается Просто Как Прочитал Как радио Послушал Да И вышел И забыл Чем Отличается Школа В этом Смысле Что Кроме Осознанных Видеоуроков Я даю Задания Которые Направлены На То Что Есть В практике То есть Это важно Обратить внимание Человека Ладненько Добренько Все получится Успехом Добренько Я дам